Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Черногорске трое врачей и экономист городской больницы подозреваются в получении взяток. По версии следствия, подозреваемые заранее договорились о получении вознаграждений за незаконную выдачу больничных, медицинских книжек и паспортов здоровья, а также справок о допуске к управлению автотранспортом для оформления лицензии на оружие и трудоустройство. Врачи выдавали справки почти 4 месяца с февраля этого года. Сейчас следователи устанавливают сумму незаконного получения вознаграждения. В группу вошли экономист больницы, заместитель главного врача по экономическим вопросам и два участковых врача-терапевта. Установлено, что сумма взятки за выдачу одного незаконного документа составляла от 1 до 1,5 тысяч рублей. Полученными деньгами врачи распоряжались по своему усмотрению. В настоящее время следствием устанавливается сумма незаконно полученного вознаграждения. Неутешительную статистику смертности на республиканских дорогах приводят автоинспекторы. Только с начала года погибло 24 человека. В Лидерах Усть-Абаканский район там 8 случаев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство своей роли играет превышение скорости. Константин Кравцов выяснил, какие методы готовы использовать полицейские, чтобы максимально снизить печальные цифры. Незамысловатая тренога и серая коробка. Это и есть известный многим видеофиксатор. Устройство призвано автоматически регистрировать превышение скорости. Это сейчас. Автоинспектор специально демонстрирует его перед камерой. Зачастую же аппарат тщательно маскируется, что с дороги не увидишь. И в зной, и в стужу, и ночью, и днем полицейские уверяют, око фиксатора заметит нарушителя в любые погодные условия. Принцип его работы чем-то схож с тем, как видит мир летучая мышь. Излучаемый сигнал рикошетит от встречной машины, возвращается назад, так и определяется скорость, допустимая или недопустимая. И нарушителю кары не избежать. Как доказательство он получает в письме не только постановление о штрафе, но и фотографию своего авто в момент нарушения. Поэтому отговорки «я не превышал» зачастую детский лепет. Погрешности у электроники практически нет. Фиксируется непосредственно тот автомобиль, который находился на этой автодороге, где был установлен автотехнический комплекс фиксации «Арена», который фиксирует также непосредственно номер государственного регистрационного знака. Подобная практика начала действовать впервые по республике около двух лет назад. Но из-за сбоев финансирования аппаратов не хватало на все аварийные участки. И сегодня же у инспекторов их больше 20. Сколько точно – тайна, как и то, где именно появится в очередной раз серая коробочка на треноге. Также можно отметить, что где на постоянной основе используются данные комплексы, там зачастую происходит буквально через несколько недель снижение аварийности, снижение нарушений скоростного режима. Поэтому мы постоянно передислоцируем эти комплексы. В разных абсолютно местах работаем, и в поселках работаем, и на загородных в основном трассах. Еще один плюс автоматики – экономия кадрового ресурса. Она может фиксировать до 800 нарушений в сутки. Рядовой экипаж в несколько раз меньше. При этом инспекторы параллельно могут работать по другим, более серьезным нарушителям – отлавливать тех же нетрезвых. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Глава республики Виктор Зимин поставил задачу перед правительством и главами городов и районов обеспечить первоочередное развитие инфраструктуры в новых жилых поселках для малоэтажного строительства. Речь идет в первую очередь о поселках Новообразцово, а также о микрорайонах на окраинах сел Зеленое и Тепличное, где получают участки под строительство жилья многодетные семьи. В ближайшие месяцы там же будут нарезать бесплатные участки под строительство молодым семьям. Соответствующий закон принят парламентом Хакасии и подписан главой республики. На обустройство инфраструктуры поселков, в том числе на строительство детских садов, из республиканского бюджета планируют потратить около 7 миллиардов рублей. Очень важно будет для жителей этих поселков новых, как дорогу иметь, как электричество иметь. За дорогой должна быть уже выстроена цепочка логистики, это должно быть туда организовано на стадии еще строительства, движения автобусов. Они уже должны знать, где садик, и не просто должны, где садик, что он там будет. Они должны увидеть строительство этого садика. И к концу 2014 года мы должны уже в этих поселках иметь садики. Это первоочередная задача параллельно школы. В детских садах Абакана освободились места для новичков. В этом году из дошкольных учреждений выпустились более полутора тысяч будущих первоклассников. Почти треть из освободившихся мест займут так называемые льготники. Остальные распределят в порядке очередности. Родители могут обратиться в детский сад, где состоят на очереди, и узнать, зачислен ли их ребенок в детсад. Или получить информацию на сайте городского управления образования. Сегодня возле концертного зала первой детской музыкальной школы имени Кеннеля появилась новая скульптурная композиция. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. В этом году первая детская музыкальная школа имени Александра Кеннеля отмечает свое 70-летие. Подарки учебное заведение получает регулярно. Первым и самым дорогим стал современный концертный зал. Его открытие отмечали в январе этого года. Постепенно стала преображаться и прилегающая к зданию площадь. Финальным аккордом стала скульптурная композиция «Музыка и дети». Автор проекта не стал создавать перегруженных смыслом форм. Просто счастливые дети играют на музыкальных инструментах. Получилось красиво и в самую точку. То, что это концертный зал музыкальной школы, видят по вывеске. А все-таки то, что это храм музыки, причем детский храм музыки, подчеркивает как раз эта композиция. Скульптурной композиции реконструкция детской музыкальной школы не закончится. На сегодняшний день старый корпус 1937 года постройки требует капитального ремонта. В этом году в порядок приведут фасад здания, заменят крышу, проведут работы внутри помещения. К новому учебному сезону старый корпус и новый концертный зал будут единым архитектурным ансамблем. Дух музыки у нас поселился уже и в новом здании. Поэтому нам нравится все, что там, как оформлено, какая аура в этом. И вот то, что здесь сегодня появилось, оно, конечно, добавляет какой-то теплоты, радости, света. Музыка и дети – это не последние статуи, которые установят в республиканской столице в ближайшее время. Памятник олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину появится этим летом в Абакане. Это подарок его семьи, городу. Сама фигура ростом 4 метра 20 сантиметров. Плюс возвышение, плюс постамент. Это такое грандиозное довольно сооружение будет. И очень оригинальный фонтан с олимпийской символикой. Вот как раз мимо этого сквера в этом году, правда, глубокой осенью уже, пройдет эстафета олимпийского огня. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. В Хакасии появилась информация о том, что Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета закрывается. Однако в самом ВУЗе называют это безосновательными слухами и утверждают, что никаких предпосылок к закрытию нет. Более того, филиал развивается и уже в этом году готов предложить студентам и абитуриентам новые образовательные услуги. Подробнее Алексей Баинов. Саяно-Шушенский филиал, пожалуй, единственный в стране, где гидроэнергетиков учат не только в аудиториях, но и непосредственно на станции. То есть учебный процесс максимально приближен к производственному. К тому же выпускники ВУЗа, что называется, разлетаются как горячие пирожки. Уже который год подряд все 100% новоиспеченных гидроэнергетиков нашли себе работу. Более того, некоторые предприятия заранее заказывают новых специалистов. В новом учебном году филиал готов предложить новые образовательные услуги. Открываем магистратуру по направлению электроэнергетика, электротехника, профиль гидроэлектростанции. Такого профиля нет во всей Сибири точно. В Сибирском федеральном университете мы одни открываем такой профиль. И приглашаем всех, кто хочет повысить свое образование с бакалавриата до магистратуры. Таким образом, любой выпускник ВУЗа может поступить в магистратуру и через два года поменять квалификацию, став гидроэнергетиком. Правда, и конкурс, считают специалисты, будет немаленьким. Выделено всего лишь 10 мест. 5 бюджетных и 5 платных. Так что претендентам стоит серьезно подготовиться. В новом учебном году в филиале появится дополнительные 10 бюджетных мест. А для платников существует система компенсации платы за обучение. Обучающиеся платно получают скидку примерно до 50% стоимости обучения при условии успешного освоения учебного плата. То есть, если первая сессия заканчивается без двоек, без каких-то нареканий, то фактически, если говорить о направлении электроэнергетика, электротехника, то учащийся оплачивает обучение только за один семестр. Ну, это в районе около 50 тысяч рублей. В апреле этого года с Иоаннашушенскому филиалу Сибирского федерального университета исполнилось 12 лет. За эти годы сотни молодых специалистов разъехались на объекты компании «Русгидро» по всей стране. От Калининграда до Владивостока. И филиал, несмотря на слухи, работал, работает и будет работать. Алексей Баинов, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...